Поистине в небесах и на земле знамения для верующих и в вашем творении и в рассыпанных им животных знамения для людей убежденных. Сура колено преклоненная с 3 по 4 аяты. Профессиональные охотники Шестой аят Суры Худ Священного Корана гласит, что пропитание живых существ, то есть вся пища, необходимая им для жизнеспособности, дается Всевышним Аллахом. «Я ищу защиты у Аллаха от сатаны, и нет ни одного животного на земле, пропитания которого не было бы у Аллаха, и знает он его остановку и место пребывания. Все в книге ясной». Человек, окинувший все вокруг себя взором разума и совести, легко заметит, как Аллах наделяет все живое пропитание. Вся наша еда и питье – это вещества сотворенные. Вода, которую мы пьем, хлеб, овощи и фрукты, что мы едим – все это результаты особого творения. Возьмем, к примеру, апельсин. Этот фрукт образовался на ветве дерева, которое, по сути, является древесной массой. Дерево поглощает из почвы минералы и воду и соединяет их с энергией, которую оно принимает от солнца. В итоге образуется чрезвычайно вкусный, превосходно пахнущий и крайне полезный для человеческого организма продукт, которым будет пользоваться лишь человек. Причем продукт этот, к тому же, облачен в эстетичную и гигиеническую упаковку. Так каким же образом дерево образует подобный продукт? Почему он чрезвычайно полезен для организма человека? Почему все фрукты содержат витамины в точном соответствии со временем их созревания? Почему они так вкусны? Разве они не могли быть крайне горькими? Почему они столь ароматны? Неужели они не могли пахнуть невыносимо? Без сомнения, не может быть и речи о том, что дерево само по себе производит фрукт, а тем более наделяет его полезными для человека качествами. Все живые существа, так же, как и человек, получает свой хлеб, насущный от Аллаха. Тот, кто оценивает эти системы в пределах разума, логики и совести, совершенно легко осознает силу и могущество Аллаха. К примеру, техника охоты, которую вы видите на экране, весьма удивительна. Эта рыба не преследует свою добычу и не скрывается среди скал, чтобы напасть на нее из засады. На первый взгляд, рыба ничем не отличается от других. Но стоит ей только поднять свой плавник, как на ее спине вдруг появляется ложная рыбка. Когда другие рыбы, не замечая хозяйки плавника, приближаются для нападения на поддельную рыбку, они становятся легкой добычей большой хищницы. Интересно, сама ли рыба придала своему плавнику подобный вид? Или же это ряд взаимодополняющих совпадений случайно наделил рыбу такой особенностью? Конечно, нельзя утверждать о том, что столь сознательные действия и план были осуществлены обыкновенной рыбой. Без сомнения, все особенности живых существ оставляют нас лицом к лицу с единственной истиной – истиной существования владельца того разумного проекта, что царит в природе, истиной существования Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok